Вы знаете Ахмата Кадырова, который встал на трактор и обращается к людям, говорит, это Россия наш враг, мы, говорит, объявляем, но он объявил вообще джихад, если кто не знает, объявил священную войну России, и он говорит, тот, кто не выходит на эту войну, на этот джихад, на священную войну, тот является лицемером, где-то будут даже без боя сдавать целые регионы, сектора. Ямадаев сдаст огромную часть республики, весь практически восток республики, вот в Дермес, до части там Ножиуртовского района, это все Ямадаев сдаст вообще без боя. Расскажи о трудах, о научных трудах академика Кадырова, военного генерал-полковника. А вот еще я хорошо что-то мне напомнил, вернул меня к мысли, сейчас я запечатаю сообщение. Еще 6 августа и вообще первая война, она знаменательна тем, что Многие из тех, кто во вторую войну станут предательными, перейдут на сторону России, и даже станут ключевыми фигурами в этой российской оккупации, эти люди тогда, 6 августа, по крайней мере официально находятся на нашей стороне. Видите-ка, насколько непредсказуема жизнь, судьба. Между этими событиями, 6 августа 1996 года и начало второго вторжения России, между этими событиями три года всего лишь. Но эти три года настолько поменяют многих людей, настолько выявят искренних и лицемеров, все это произойдет вот в этот короткий, совсем маленький период. И намерения многих людей, и их действия, то есть все, что произойдет за вот эти три года, и последующие события уже со вторым вторжением, сегодня мы с вами, нам с вами гораздо легче это все оценивать, давать этому оценку, потому что мы уже знаем, что они сделали, что они, какое предательство эти люди совершили, а некоторые, наоборот, очень достойно прошли этот путь. Поэтому, если там тогда, допустим, Яндербиев, когда этот Ахмад Кадыров какое-то письмо там прислал к нему с чеченскими уважаемыми старейшинами, он прислал ему письмо, в котором что-то написал, мы должны, значит, войну там, ваххабизму объявить, сделать то-то, то-то, а Зелимхан Яндербиев на тот момент президент. Еще выборы 1997 года не прошли, еще Масхадов не избран президентом, то есть на тот момент у нас президент Яндербиев. И Кадыров собирает там каких-то старейшин, очевидно, лояльных к себе, пишет вот это вот письмо и отправляет его, Зелимхану Яндербиеву, президенту. И Зелимхан говорит, прочитав это письмо, он говорит, этот человек работает на ФСБ. И вот представьте теперь себя, в те времена, в 1996 году, представьте себя, вы знаете Ахмата Кадырова, который вышел на трактор, встал на трактор, и обращается к людям, говорит, это Россия наш враг, мы, говорит, объявляем, но он объявил вообще джихад, если кто не знает, объявил священную войну России. И он говорит, тот, кто не выходит на эту войну, на этот джихад, на священную войну, тот является лицемером. Жена не должна спрашивать своего мужа, выходя сюда, допустим, чтобы выйти на митинг. Если муж, говорит, ей не разрешает, она должна оставить его там, где он находится, и выйти на этот митинг. То есть, это человек, который полностью поддерживает. Когда происходит рейд на Буденновск, этот человек, этот Ахмад Кадыров, он называет это милостью Аллаха, Буденновские события, что по милости Аллаха, Аллах там даровал успех нашим ребятам, и за счет этого начался переговорный процесс. Вот так вот он характеризует это все. И вот представьте, вы знаете вот такого Ахмата Кадырова в 1996 году, и тут вам говорят, что Зелимхан Яндальбиев говорит, что он ФСБшник. Представляете, на тот момент тебе очень сложно это принять. Яндальбиев, он безусловно был очень умным, грамотным человеком, проницательным. Он сейчас особенно ценно все то, что он тогда говорил, делал, его книга, которую он написал. Но тогда это воспринимается как какая-то фитна, что вот мол, ну у них там между собой какие-то непонятки, просто он где-то перебарщивает. Вот так вот это люди принимают, кроме тех, кто реально посвящен, кто знает в чем дело. А сейчас нам с вами гораздо проще это все оценивать. Ведь оказалось-то, что действительно так. И вот эти три года они выявили этого Ахмата Кадырова, они выявили Ямадаева. Ямадаев на тот момент, и вообще все эти братья, ну особенно Сулим и вся эта их семья, они тоже у нас там считаются такими молодцами. Бригадный генерал тогда, самым молодым бригадным генералом до того, как его дадут, это звание дадут Бараеву, был Сулим Ямадаев. Потом это звание дадут Арби Бараеву, но затем его заберут у него, и опять Сулим типа останется самым молодым бригадным генералом. Вы понимаете, люди в авторитете, их воспринимают как таких одиозных сторонников чеченской свободы, государственников, смелых людей, таких смелых мужчин, на которых держится вся эта наша государственность, благодаря которым мы выиграли войну, победили. Вот так эти люди воспринимают. И вот эти три года, они полностью изменят, покажут, кто есть кто. Многая несправедливость, которая тогда была, применялась в отношении людей несправедливых, кто-то обвинялся, все это встанет на свои места, когда начнется второе российское вторжение. Окажется, что те, кого презирали, не принимали, называли всякими унизительными именами, эти люди достойно пройдут, достойно погибнут, сражаясь с врагом. А те, кем восхищались, которым давали чины, должности, звания, эти люди перейдут на сторону России, где-то будут даже без боя сдавать целые регионы, сектора. Ямадаев сдаст огромную часть республики, весь практически восток республики, вот Гудермес до части Ножиуртовского района. Это все Ямадаев сдаст вообще без боя во время второго вторжения. Это очень важная такая веха в нашей истории, которую ни в коем случае нельзя забывать. Субтитры создавал DimaTorzok